Вспомните себя. Свою юность и детство. Что, нам хотелось учиться? Что, нам хотелось ходить на дополнительные занятия? Нет. Но это было необходимо. Это дисциплинировало, это заставляло. А сегодня, скажу, все русло. Вы знаете, что такое советский учитель? Детки, кто не понял? Так, так. Если второй раз не понимает, после уроков останься. Нас собирали на совещание всевозможное и говорили, запретите учителям дополнительные задания. Было запрещено давать бесплатные консультации. Учителя ломали как не можно только. Ему, с одной стороны, давали маленькую зарплату. И еще такие программы, которые не дают возможности учителю самому даже найти логическое содержание. Там идет просто слом мозгов. Просверливают мозги. И ребеночек приходит, он еще хочет, у него еще потребность возрастная. В первом классе у него, конечно, все снижается. А потом начинает реанимировать это вот его мотивацию. Но в пятом, шестом классе он просто заявляет, что он не хочет учиться. В пятом классе он начинает грубить, хамить и мстить. Вот откуда в американских школах, а теперь у нас такая месть учителям, они мстят за свою вот эту детскую боль, когда они хотят понять и не могут. А учитель не объясняет. Учитель собирает родителей в собрание и говорит, мое дело дать информацию, а обучать своих детей вы должны сами. И это тоже инструкции вот этих всевозможных управлений образования. Есть задание зачистить мозги нашим детям, души развратить, все сфокусировать в сексуальной сфере. Все. Животное. Животное, неспособное ни созидать, ни продолжать род человеческий, ни тем более сопротивляться. Вот что надо. И, конечно, снижение народного населения на планете.